Вова, как к нему обращаются партнеры по команде, на коньках стоит с трех лет. Он вспоминает, как отец, тоже хоккеист, учил его кататься на озере рядом с дачей в 40 километрах от родного Киева. Там же, где в марте этого года семья Вовы пряталась во время наступления российских войск. У нас оставался бак 50 литров. Это на все, на зубы почистить, в туалет сходить. В туалет можно брать из озера, например, воду. Например, пить, есть, сварить что-то. Газовый баллон был, так что газом проблем не было. А вот новости посмотреть никак. Так у меня был кнопочный телефон, так на нем радио было, так мы слушали с него вечный аккумулятор. Так хоть что-то понимали, что происходит. У нас было шесть человек. Мама, папа, еще друзья с Бучи приехала семья, девочка и ее родители. Вскоре ему с мамой удалось выбраться из страны, и они прилетели к родственникам в Лос-Анджелес. Отец Вовы, как военно обязанный, покинуть Украину не смог. Следуя напутствию отца, не бросать хоккей, он стал ходить на тренировки местной юношеской команды «Калифорния Хит». Когда он пришел на первую тренировку, он очень нервничал, но вскоре почувствовал себя как дома. У нас много украинских и русских семей. Тренер русскоязычный. Он вышел на лед, начал играть, и с тех пор он часть команды. Сам Вова скучает по Киеву и родному стадиону. Говорит, что интенсивность тренировок в Калифорнии отличается от тех нагрузок, к которым он привык в Украине. Мне все равно, даже каток наш в Украине, все равно более как дом считался мне уже. То, что я на нем проводил за неделю, выходит 12 часов. Я там много времени проводил, где-то как в школе почти что. Все хорошо, и по уровню вроде бы не сильно отстаю, так что проблем вроде бы нет. Команда хорошо приняла, все хорошо относятся, и я ко всем стараюсь, ко всем хорошо относиться. В конце мая, вспоминает Вова, состоялась его первая игра в составе новой команды на американском континенте. Признается, что тот день запомнился ему на всю жизнь. Тем более, что в той игре он забил первый гол. Он определенно агрессивный игрок, отлично забивает. В этом сезоне мы продолжим тренироваться, и он станет отличным хоккеистом. Хоккей в Калифорнии – увлечение дорогое. Желая как-то помочь Вове в сложившейся ситуации, клуб и тренер не берут с него плату ни за тренировки, ни за аренду льда, которые обычно выплачивают родители учеников. Кроме того, на платформе GoFundMe объявлен сбор средств для Вовы на профессиональную экипировку и поездки на соревнования. На сегодняшний день из заявленных 15 тысяч долларов собрано уже 8. Он хороший парень, и хочется помочь всем, которые дети хотят играть в хоккей. По возможности, не важно, он приехал откуда. Дети, которые хотят, мы им всегда готовы помочь. Помимо хоккея, рассказывает Вова, он увлекается самолетами и в будущем мечтает заняться строительством космических ракет.